Ростан После России и Таджикистана он оценивается в 142 миллиарда киловатт-час, но сегодня используется только 10% от этого числа. Кыргызстан покупает электроэнергию в трёх странах. В Узбекистане 1,3 миллиарда киловатт-часов, в Туркменистане 795 миллионов киловатт-часов, в Казахстане 470 миллионов киловатт-часов. Однако Кыргызстан в год выходит с дефицитом 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Ожидается, что Камбарата-1 будет вырабатывать около 6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. И у нас будет возможность продавать электроэнергию в рамках проекта «Касса-1000», а дальше в Европу. Несмотря на то, что потенциал страны позволяет запустить около сотни малых гидроэлектростанций, в настоящее время функционирует только 15. В планах у государства построить 50 малых ГЭС во всей стране, а также реализовать крупный проект строительства Камбаратинской ГЭС-1. «Мы должны вообще стремиться к тому, чтобы вырабатывать необходимую электроэнергию и еще обеспечивать электроэнергию не только Кыргызстан, но и соседние страны. Потому что очень большая потребность электроэнергии в Узбекистане и Южном Казахстане, где мы могли бы спокойно обеспечивать и зарабатывать деньги». По словам энергетиков, необходимо запускать базовые электростанции с малым сроком строительства. И немаловажно, чтобы себестоимость электроэнергии была недорогой. «Конечно же, если у нас дешевая электроэнергия, мы можем экономику обеспечить дешевой электроэнергией, население дешевой электроэнергии где-то в районе одного сома. Тогда у нас будут увеличиваться производственные мощности. То есть это заводы, фабрики небольшие, средние и крупные. А это основа роста нашей экономики». Кроме того, ведется реконструкция Тахтагульской ГЭС. С обновлением гидроагрегатов, ее мощность составит 1320 мегаватт. А общая производительная мощность всех гидроэлектростанций в стране увеличится на 220 мегаватт. Но даже этой выработки не хватит, чтобы сократить дефицит электроэнергии в нашей стране. Камаратинская ГЭС-1 как раз и должна разрешить эту проблему. О том, что Кыргызстан на правильном пути по обеспечению энергетической безопасности, отметил и государственный секретарь Суимбек Хосмомбетов. Так, по его словам, строительство Камбаратинской ГЭС-1, Верхненарынского каскада и Куланахской ГЭС позволит взять под контроль обеспечение страны электроэнергией. Помимо этих трех крупных ГЭС, по стране строятся еще 13 малых гидроэлектростанций. Строительство некоторых из них закончится уже в этом году. В будущем все это обеспечит нам электроэнергию в достаточном объеме. Его будет хватать не только для пользования в стране, но и для экспорта. Госсекретарь также отметил, что ведутся работы и по созданию производства зеленой энергии, таких как ветряные и солнечные станции. Так, по его словам, на сегодняшний день в Кыргызстане существует 50 предприятий, которые работают над развитием зеленой энергетики. Сыим Ихмусаев, Джашил Исаков, ЛТР, Бишкек Сыим Ихмусаев, ЛТР, Бишкек